Добро пожаловать на пересадочную станцию! Сегодня нас ждет постапокалипсис, сегодня нас ждет трэш, сегодня нас ждет настоящее безумие, потому что мы отправляемся в мир с хрона! Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. У каждого, наверное, бывало. Только дела наладились, ты радуешься, что все идет по плану, геморрой позади. Как неожиданно приходит жесткая коварная жопа. Блин, уже практически выбрался к окраине, еще километры вырвусь из смертельной ловушки обреченного города. Но в этот момент резко как удар молнии из-за угла метнулась ментовская машина. Встала, включив мигалку поперек дороги. Проклятие! Я быстро закидал сайгу упаковками пива револьвер под сиденье. Трое служителей закона выскочили из лунохода. Один машет своим полосатым стропоном, призывая остановиться. Я уже думал идти на таран, но еще один, толстый усатый гаец, передернув затвор, злобно целится из-за КСУ. Вот суки охреневшие! Пришлось остановиться. Че им надо от меня? Сзади засигналили другие машины, образовалась пробка. Толстый мент пригрозил им автоматом и направился ко мне. Я со вздохом опустил стекло. Сержант Ухватов! Представился жирный. Ваши документы! Я протянул водительские права. В чем дело? Вроде ничего не нарушал же. А свидетельство о регистрации транспортного средства и страховка где? Заглядывая в салон, спросил Депос. Ощутимо пахнуло перегаром. Дома забыл. Пожал я плечами. Выйдите из машины, гражданин! Вы что, не в курсе? Объявлено военное положение. Вышел приказ. Все полноприводные автомобили конфискуются для нужд армии. Ясно? Может, договоримся как-то, а? Вышел из машины! Брыжа слюной заорал друг сержант. Его автомат уставился мне прямо в лоб. Руки на капот! А, конечно! Я усмехнулся. Представьтесь по всей форме и документы покажите. Откуда я знаю, вдруг вы бандиты? Сержант побагровел. Конев! Ко мне! Крикнул он. В развалочку подошел высокий небритый мент в расстегнутой, явно не по уставу форме. Че такое? Тут клиент барагозит. Давай, оформляем по полной программе. Похоже, придется мочить этих неадекватов. Печально подумал я. Рука медленно потянулась вниз под сидение. Конечно, немного жаль этих служителей дорожного порядка, но такова жизнь. Мы все умрем. Часом раньше, часом позже. Но все равно это крайний вариант. Хотя мне уже доводилось отнимать человеческую жизнь. На охоте я первый раз. Мне представлялось, что бородатые егеря в стеганых тулупах с породистыми борзыми выведут нас на глупую дичь, а мы будем как в тире пытаться ее подстрелить. Не станут же чиновники и олигархи часами ползать по бурелому в поисках какого-нибудь дерзкого кабана или ошалевшего от злобы медведя. Нас вывели на широкую поляну, в центре которой углубление наподобие амфитеатра, отделанное оцилиндрованным бревном. Кое-где на стенах царапины и бурые пятна. По периметру горят факелы. Толпа жадно обступила яму. Защелкали затворы ружей. Я тоже проверил сайгу. Че вообще здесь происходит? Внезапно поднялась деревянная решетка и на арену выскочили три оленя. Звери были в панике, ведь их преследовал волк. Толпа одобрительно загудела, когда серый хищник вцепился в шею порнокопытного и принялся драть. Должно быть, его специально не кормили. Охота объявляется открытой! Прогремел голос над поляной. И я просто охренел от дальнейшего безумия. Все принялись стрелять в зверей. Ворота загона открывались, появлялись новые животные. Зайцы, лисы, росомахи, волки, лоси. Все подвергалось немедленному и беспощадному расстрелу. Че не стреляешь, Санек? С удивлением спросил меня босс. «Стрелять из оружия – это не член в руках тискать!» Заржал Умар, не переставая бабахать из своего револьвера. «Но это бесчеловечно!» – воскликнул я. «Какой прикол стрелять без защитных животных!» Вениамин Садкович лукаво усмехнулся, перезаряжая свою двустволку. «Хоть ты и толковый парень, Алекс, но все еще глупый гой!» – сказал он. «Это простительно, ты же не изучал кабалу! Любая сделка, тем более такая важная, должна быть освещена кровью, жертвоприношением. Запомни это, если хочешь что-то достичь в жизни!» Я поднял сайгу. «Как раз выпустили нескольких бедолаг-медведей!» «Нет, блин, я просто не мог это сделать!» Пули десятков стволов и так впивались в косматые тела косолапых. Деловито стрелял Маккейн из винтовки М-14. Рядом босс опять перезаряжал ружье, дрожащими от возбуждения пальцами доставая из патронташа боеприпасы. А Умар просто визжал, как сучка, убивая животных. У него бесконечные патроны в револьвере. «Пусть думают, что хотят, но я не буду в этом участвовать!» Я шагнул назад и огляделся, и встретился взглядом со Стасом Михайловым. Тот стоял чуть в стороне в тени деревьев и молча курил. Мне показалось, что он слегка кивнул мне. Повинуясь внезапному порыву, незаметно поднял ногу и что из силы пнул под жопу Чечену. Вскрикнув гортанно, тот полетел вниз. Я быстро спрятал в карман выпавший револьвер. «Не стрелять!» – закричал кто-то. «Не стрелять!» Выстрелы затихли, но никто не спешил вытащить умара. Последний еще живой медведь поднялся на задние лапы, истекая кровью из многочисленных ран. Ногча заорал и разразился проклятиями на чеченском языке, отползая назад, пока не уперся в бревенчатую стену. Это длилось недолго. Сначала Потапыч хватанул за ногу своими клыками. Я даже услышал треск рвущихся костей и сухожилий. От визга чеченца заложило уши. Затем Миша навалился, приобнимая косматыми лапами дергающееся тело и быстро отгрыз голову. Все засвистели и завыли в восторге. «Жалко у Марчика!» – вздохнул босс. «Но Яхве любит человеческие жертвоприношения. Сделка будет удачной». Естественно, мне вовсе не было жаль наглого чечена, но кивнул. «Просто, на всякий случай». «Подождите, сержант, все ж нормально!» Заговорил я, прогоняя воспоминания. Ладонь уже лежала на гладкой рукояти револьвера. «Выходи, умник!» «У меня пропуск есть!» «Вот, смотрите!» Я, не глядя, вытащил из кармана несколько пятитысячных купюр. «Че, хватит?» Сзади снова загудели в клаксоны разъяренные водилы. Какая-то тетка заорала. «Вы что, всех так будете проверять, менты поганые? Дайте проехать!» «Поговори мне тут! Сейчас поедешь у меня прямиком в отделение!» Я глянул в зеркало. Народ повылазил из тачек. Мужики нервно дымили, недобро поглядывая на депосов. Знакомый чувак из двенашки тоже вылез и стоял неподалеку. Сплюнув, толстый гай повернулся ко мне, буркнул. «Маловато, гражданин!» «Нас тут трое!» К тому же приказ задерживать всех подозрительных личностей. Особенно призывного возраста. «Ну вы точно мародеры, блин!» Я принялся отсчитывать остатки кэша. Мент усмехнулся в усы, снял фуражку, положил туда мои шестьдесят косарей и, усмехнувшись, сказал «Больше вас не задерживаю, гражданин, но машину мы все равно конфискуем. Конев, держи его на мушке!» Дальнейшее произошло очень быстро. Жирный депос распахнул дверь, хватая меня за куртку. Тут с неба раздался страшный грохот. Песец! Я не успел из-за этих оборотней в погонах, сейчас накроют! Гаишники, люди вокруг все задрали головы к небу. Вот дебилы! Только я бросился на грязный асфальт, накрыв головы руками. Ногами точно к центру города, в сторону предполагаемого эпицентра. Чудовищный рокот пробирал, кажется, до костей. 501, 502, 503. Считаю про себя, отчетливо понимая, что живу последние мгновения. 504, 505, 506. Мощный рев неминуемой смерти начал стихать. Я приподнял голову. Наш прекрасный город не бомбят? Баллистические ракеты пролетели мимо? Интересно, куда? Да, видимо, на Москву или Питер. Ну, слава богу. Выдухнув облегченно, я поднялся и посмотрел вверх. Фу ты, блядь! Это были не ракеты, звено боевых самолетов, вроде нашей Сушки. Но все равно тревожный звоночек. Не помню, чтобы они вот так летали. Малость пересрал с непривычки. Хорошо, что в переносном смысле. Толстый мент снова направил на меня автомат и сказал. Ключи! Живо! Да че вы беспредел творите? Дайте проехать! Вмешался тип из двенашки. Чем, блядь, тем хана настанет, ёпты? Сядьте в свою машину, гражданин! Сквозь зубы прошипел толстый гаец. А, щас! Дай проехать пацанчику! Тебе ждали на лапу, ментяра! Я, кстати, все на телефон заснял! Че? Усы гаишника аж стали торчком. Телефон сюда, быстро! Забыв про меня, он направился к чуваку в шортах. Еще два сотрудника за ним. Самое время валить. Но я не хотел попасть под очередь психованных ментов, пока буду сталкивать с дороги их бело-синяя корыта. Совсем не прикольно, когда в тебя стреляют. Сам я после охоты, прихватив с банкетного стола тарелку мясной нарезки и батл коньяка, уединился с девками в одном из номеров. Две шлюшки из Петрозаводска весь вечер отлично снимали мой стресс. Сделав несколько подходов, я уже думал завалиться спать, но секс-марафон пробудил во мне голод, а девки к тому же сожрали всю колбасу. Решил спуститься в банкетный зал. Судя по шуму, висели в самом разгаре. Лучше бы я этого не делал. Там царил полный трэш, угар и садамия. Мой прежде четкий разум отказывался воспринимать эти мерзости. Я заорал и выбежал на улицу. Зачем я во все это ввязался? Снаружи у бассейна под звуки какой-то еврейской мелодии один из питерских олигархов драл Вениамина Садковича. Жесть! Я побежал прочь по дорожкам в спасительную темноту. Я, конечно, стремился к успеху, но не таким способом. Убедившись, что за мной никто не гонится, перешел на шаг. Как назло зарядил жестокий дождь, а куртку я оставил в номере. Если бы приехал на своей тачке, можно было бы свалить домой. Че же мне делать? В главный корпус возвращаться не вариант. На улице я быстро замерзну. Не дай бог еще подхватить пневмонию. Пройдя немного, увидел за деревьями свет. О! Да это же отдельные домики. Вот здесь и перекантуемся, заперев дверь, конечно. Аккуратные бревенчатые избушки стояли в ряд. Над каждым крыльцом горит фонарь. Вообще отлично! Может, и в холодильнике найдется, что заточить. Да и выпить еще не помешает. Я открыл ближайшую дверь и замер. Да закрой ты дверь, дует же! Раздался женский голос. Дружище, ты или проходи, или давай, до свидания. Не стой на пороге! Сказал бородатый мужик в егерской шапке. А здесь собралась интересная компания. Видать, тоже решили свалить от этого блядства богатых людей. На ковре лежит симпатичная темноволосая девушка, совершенно голая. Расположившиеся вокруг мужчины используют ее как стол для игры в карты. Помимо егеря здесь Америкос, кажется, из охраны Маккейна и Стас Михайлов. Тот кивнул как старому знакомому. Я закрыл дверь и спросил. У вас тут поживать не найдется? Да, конечно, угощайся. Егерь указал рукой на стол. Тебя как звать-то? Александр. А меня, Аркадий. Очень приятно. Это Стас, певец, кстати, известный. А этот чувак с белыми зубами Стив. Нормальный пацан, хоть и пиндос. А эту сударыню зовут... Как тебя звать там? Вообще охренел. Людмила я. В приличном обществе принято даму первой представлять. Приятно познакомиться, Люда. Сказал я, накладывая в тарелку салат Оливье. Ты из Петрозаводска? Что-то я тебя не припомню. Из Питера. А, понятно. Че, не понравилась та компания? С усмешкой спросил егерь Аркадий. Да пидоры они все. Есть такое. Может, пулю с нами распишешь, Саня? Не, спасибо. В преф не играю. Сколько меня не пытались научить, ничего не понимаю в этой мутной игре. Ну, молодец. Значит, целее будет кошелек. Я налил полный стакан виски, взял салатницу и присел в кресло у горящего камина. Как же клево. Можешь построить себе маленький домик где-нибудь в глуши, где никто не будет сношать мозг и заставлять заниматься всякой херней. Можно у вас тут музыку включить? Да ради бога, парень. Я подошел к музыкальному центру и через переходник вставил свой mp3-плеер. Выбрал последний альбом Ленинграда. Russian Music? Заинтересовался Стив. А, нравится? Как раз включилась песня про лобутены. Yes, of course. Понимаешь по-русски? Немного. Ответил иностранец и вернулся к преферансу. Я уже почти задремал в кресле, когда Стив толкнул в плечо. Улыбаясь, он протянул мне зеркальце с двумя дорогами первого номера и свернутую купюру в сто баксов. Я быстро втянул носом белый порошок. Офигенно. Морозная свежесть проникла в голову. Спасибо, Стив. Из Колумбия. Ответил он, подняв большой палец. Крутая штука. Оказывается, они уже закончили со своей игрой. Америкос сделал музон погромче, и мы принялись отплясывать пододвязные песенки шнура. Стас только сидел в сторонке, с печальной улыбкой глядя на наш отжиг. Мы весело смеялись, периодически шлепая Людмилу по голой жопе, когда она поворачивалась кому-нибудь спиной. Может, удастся уединиться с ней? Делать это на троих меня как-то не прикалывало. Но, похоже, егерь первый оприходует эту милую проститутку. «Эй, Стасян!» Воскликнул Аркадий. «Чего сидишь, как неродной? Спой-ка лучше чего-нибудь, ты же артист!» «Да, пожалуй, ты прав», — ответил певец, поднимаясь. «Похоже, пришло время кое-что исполнить». Он вытащил из-под пола пиджака пистолет с глушителем и выстрелил в голову американца. Как пожарная сирена заорала Людмила, стряхивая сисек остатки мозгов Стива. «Стас, ты чего?» Аркадий сделался бледный, как мел. «За что ты?» Договорить не успел. Тихий выстрел Стаса отправил егеря в края вечной охоты. Третья пуля заставила умолкнуть шалаву. Я остолбенел. Все заняло секунд пять. Стас медленно повернулся ко мне и произнес. «Не бойся, Александр. Вижу, ты нормальный, толковый парень». «Зачем вы убили их? Проиграли в преф, что ли?» «Мой имидж певца — это прикрытие. Я работаю на силовые структуры. Мне поручено собрать информацию и осуществить ликвидацию изменников государства. Мы назвали эту операцию рекультивация. В данный момент началось уничтожение олигархов, предателей и преступных авторитетов. Родина возродится, умывшись кровью этих негодяев. Поможешь мне, Александр? Впрочем, выбор у тебя невелик». «Не вопрос, Стас, или как там вас на самом деле? Мне понравилась эта затея». «Оружие есть?» «В номере все осталось?» «Держи». Он протянул мне пистолет и запасную обойму. «Это ТТ. Валит с ног любого подлеца. Целься в корпус». «Пошли. Будешь меня прикрывать». «Подожди. Я перешел на «ты», раз такое дело. А ты чем будешь стрелять?» Стас Михайлов сходил в другую комнату и принес огромный футляр от контрабаса. Когда он раскрыл его, я чуть не кончил от восторга. Певец ухмыльнулся и вытащил здоровый ручной мини-ган. Повесил его на плечо. На другое плечо ящик с патронами. Оттуда тянется пулеметная лента. Затем надел наушники и защитные очки. «Извини. Наушники только одни», — сказал он. «А эта штука, ты не представляешь, насколько громкая». «Такие сгодятся?» Я показал наушники от плеера. «Подойдет», — кивнул Стас. «Идем. Вали всех, кого встречишь по дороге к главному корпусу». «Вообще всех?» «Всех. Здесь нет нормальных людей». Мы вышли из домика. Здорово, дождь закончился. Энергия переполняла меня. Наверное, от кокса. Пошли по дорожке. Я включил плеер. Заиграла песня Ленинграда на танцполе. Офигенный трек. Как раз в тему. Вдруг увидал справа в беседке какое-то шевеление. Обернулся к Стасу. Тот кивнул. Я стрельнул с жирного урода в черном плаще. Второй извращенец в кожаном БДСМ костюме завизжал и попытался скрыться в кустах. Моя стремительная пуля попала в спину, прошив гада насквозь. Двинулись дальше. Навстречу вывалилась небольшая группа глинамесов. К домикам, видать, потопали суки. Я быстро перестрелял их и перезарядил ТТшник. Мы перешагнули окровавленные тела. На подходе к главному корпусу пристрелил еще одного. Тот курил и отливал в бассейн, когда я заметил его. Вот так они относятся к нашей стране. Меня распирало от свершения правого дела. Из здания выскочил, видимо, охранник. Увидев нас со Стасом, он принялся доставать пистолет. Пуля остановила его замысел. «Стой здесь!» – крикнул певец. «Прикрывай выход!» Стволы его оружия завращались. Он ногой отпихнул с крыльца тела охранника, отчего тот отлетел на несколько метров. Я поразился его силе. Певец вошел в зал и раздался мощный грохот. Заглянув в окно, я просто охренел от этого ада. Стас поливал огнем. Тела разрывало на куски, крушилась мебель, взрывались зеркала и колонны. Резко все стихло. В зале не осталось ничего живого. Еще вращались раскаленные стволы минигана. Стас обернулся и показал мне большой палец. И тут из одной из дверей выскочил сам Маккейн с автоматической винтовкой. Я не успел даже крикнуть спецагенту об опасности. Старый сенатор, хично выпучив глаза, дал несколько очередей. Артиста отбросило назад. Разбивая стеклянные двери, он вывалился наружу. Я высунулся и начал стрелять в гребаного Маккейна. Не попал. Говнюк успел скрыться. Внезапная очередь заставила нырнуть за угол. Не вылазь, Александр. Услышал я голос. Я обернулся и не поверил своим глазам. Стас жив. Пули ободрали его пиджак и лицо. Лоскуты кожи висят лохмотями, но под ними блестит металл. Че за хрень? Ты че, робот что ли? Киборг, ответил певец. Ты еще не знаешь всех разработок правительства. Заведя свою машину смерти, он шагнул внутрь. Одиночные выстрелы Маккейна заставили его лишь покачнуться. Наверное, у козла закончились патроны. В следующий миг шквал огня просто аннигилировал старого пиндоса. Идем, крикнул Стас. Нужно зачистить верхний этаж. Прогнав кровавые воспоминания, заглянул в Лексус. Депосы отвернулись, что-то орут на чувака в шортах. Собралась толпа, слышен мат. Я сунул руку в салон и вытащил свой убийственный револьвер. Вольнуть их, что ли? Ну а почему бы и нет в самом деле? Раз другого выхода нет. Бывает, помощь приходит, когда совсем не ожидаешь. Я давно привык действовать в одиночку, полагаясь только на единственного надежного союзника, себя любимого. Но иногда в безвыходных ситуациях, когда вариантов всего два и оба они одинаково стрёмные, выручают совершенно посторонние чужие люди. Прямо как в этот раз. Крики и матюки усилились на порядок. Оборзевшие депосы пытаются скрутить чувака в шортах. Тот прыгает, как ящерица, кусаясь и отвешивая плюхи дорожным стражам. Кто-то пытается разнять. Я опустил револьвер. Неожиданно откуда-то вынырнул подкачанный крепыш в спортивной майке. Бита в его руках описала стремительную дугу. Пухлое лицо сержанта брызнуло красным. Тип из двенашки резко освободился и чётко заехал лбом в харю другого гайца, пока тот снимал с плеч АКСУ. Третьего радостно поглотила разъярённая толпа. Сочные удары и выкрики оборотней в погонах приятно ласкали слух. Я усмехнулся и сел в тачку. Надо спихнуть с дороги ментовской пепелац. Стоп. Бля. А как же мои 60 кассиков? Рванул было, чтобы забрать бабки, но... Лезть в это людское месиво... Ну его нахер. Времени и так осталось немного. Я жопой чую, отсчёт пошёл на секунды. А после резаная бумага не будет стоить ничего. Завёл мотор, собираясь тронуться, как подбежал чел в шортах. Дышит тяжело, весь ссадин их, нос разбит, но лыбится довольно. На плече отобранный автомат. Держи, дружище. Обронил, кажись. Протягивает мне слегка смятую стопку купюр. Спасибо, друг. Вообще выручил. Я вылез из машины и крепко пожал ладонь. Мой опытный взор, конечно, уловил. Купюр чуток меньше. Ну да ладно. Фигня. Утёр пот и кровь с олба чувак. Не люблю просто этих ссук жадных. Меня Толик, кстати, звать. Саня, ответил я. Держи. Это от меня. Открыв багажник, вытащил ящик пива. От души, братишка, от души. Обрадовался Толик. Остальные подходили, тоже угощались. Не теряя времени, мы все вместе сдвинулись дороги Депас-мобиль. Я успел заметить, ушлый Толик выдернул оттуда ментовскую рацию. Красава, блин. Тоже поди, выживальщик. За городом я быстро ушёл в отрыв. Сначала ехал полевыми и просёлочными дорогами. Клиренс позволяет держать приличную скорость. Бензополбака должно хватить до моего убежища. Даст ктулху, к вечеру доберусь. Схрон. Там я буду в полной безопасности. На строительство ушло полгода, куча нервов и тонны бабла. Деньги были. Для этого я продал бабушкину квартиру и дачный участок. Что меня торкнуло на обустройство лесного убежища? Я много читал литературы про постапокалипсис. Круз, Доронин, Глуховский, Берки Маля Томи, а также десятки историй, написанных малограмотными школотронами в своих пабликах ВКонтакте. Но это скорее следствие, а причина в другом. В свое время я получил инсайт. Безжалостный ксенон рубил мокрую ночь, как острый тесак палача. Каен хищно скользит по таежной дороге, босовито ухмыляясь турбированным движком. Мелькают темные ели, на заднем сиденье позвякивают стволы. А я в тихом шоке пытаюсь осознать, что же, блин, произошло полчаса назад. После зачистки турбазы Стас Михайлов согласился подкинуть до Петрозаводска. Очень любезно с его стороны. Я был без точилы. Хотя зачистка – неподходящее слово. Чертова мать его, кровавая сука Мочилова. Так правильней. Стас или кто он там назвал это рекультивацией. Что же теперь делать? Сложный вопрос. Я ведь отправил в преисподнюю своего босса и всю пиздобратью, что крышевала этот беспонтовый биз. Во что же втянул меня артист-оборотень? По-любому придется увольняться. Я покосился на Михайлова. Тот ловко крутит руль, совершенно не проявляя беспокойства. Блики от приборной панели сурово играют металлом на лице и сеченым очередью Маккейна. Интересно. Певцы страхуют свои рожи. Мелькнула странная мысль. У гаишников будут вопросы, если остановят. Пиздец, как много вопросов. Отогнул солнцезащитный козырек. И чуть не заорал. Вот жесть! Из небольшого зеркальца на меня глядел какой-то чикатило в маске испекшейся крови. Да, вспомнил. Меня забрызгало, когда ходил в номер за Сайгое револьвером. Чувак со спущенными штанами выскочил из-за двери, медленно засовывая руку под полу пиджака. Не стал уж разбираться, пиндос это или просто гей. В упор прострелил горло мерзавцу. Воспоминания прогнал с трудом. «Стас!» Позвал я. Блин, голос, как у ожившего трупа из морга. «Чего, Санек?» «Есть попить». Певец пошарил, откинув подлокотник. «На вот!» Словно верблюд, добравшийся до источника в оазисе, я присосался к банке Редбула. Химический сладкий напиток принес облегчение. Какой кайф! «Оставить тебе?» Спросил я. «Нет». «А, извини. Ты, наверное, питаешься от сети? На 220 или 380?» «Не совсем». Стас усмехнулся уцелевшей половины рта. «Модели моей серии потребляют пищу, только качественную. Не из пятерочки, конечно». «Понятно». Я допил энергетик, опустил стекло. Пустую банку унесло встречным потоком. «А ты, ну это, бухаешь? Че пьешь? Элитарные напитки, наверное?» Дистиллированную воду. Мне послышалось в голосе киборга нотка печали. Во-первых, от психоактивных веществ может произойти программный сбой. А во-вторых, по легенде, я артист. Мне нельзя разочаровывать своих сорокалетних фанаток. Не в обиду, Стас, но мне кажется, твои поклонницы получат преждевременный климакс, только взглянув на твое простреленное терминаторское лицо. У меня с трудом получилось сказать это без смеха. Ерунда. Стас невозмутим. Обычно за ночь регенерирует. Он приоткрыл окно, нажав кнопку. Ветер затрепыхал, державшийся на соплях лоскут кожи в районе щеки. С неприятным звуком Стас Михайлов оторвал его и выкинул из салона. Бля. Вот нафига он это сделал? Съеденные на банкете ништяки запросились наружу. На секунду показалось, что все это сон, необычный кошмар, яростный реалистичный бэттрип. Но я не стал развивать эту мысль. Даже если и так. Надо думать позитивно, иначе сознание провалится в ужасающий калейдоскоп инфернальных галлюцинаций. Выудив из кармана мятую пачку, прикурил. Пусть никотин подлечит истерзанные нервишки. Дай мне курнуть, попросил Стас. А тебе разве можно? Я раскурил еще одну сигу, протянул певцу. Сигареты? Можно. Михайлов смачно затянулся и выпустил дымную струю сквозь зубы. Официально, конечно, нет. И много вас таких? Достаточно. Почти всю эстраду Минобороны заменила на боевых андроидов. Да ну на! Не может такого быть! А ты думаешь, почему они не стареют? Не замечал? Точно ведь, блин! Замечал! Я задумался. А настоящих куда дели? Ликвидировали? Ты чего, Санек? Поднял брови Стас. Ликвидировать заслуженных артистов? Мы же не звери! Извини, Стас. Мне стало немного стыдно. Все живы-здоровы. Живут в отличном санатории на отдельном острове, что в... Карском море. Я тихонько засмеялся, но вдруг паршиво кольнуло в сердце. Спросил, глотая ком. Значит, и Серега Шнуров тоже? Что тоже? Ну, робот. Нет. Если андроид попробует то, что употребляет Шнур, боюсь, не спасет даже форматирование диска. Заменили только попсовых артистов. Ништяк. Эта новость чертовски меня обрадовала. Кстати, че мы без музычки едем? Радио тут не ловит. Стас пощелкал на руле кнопки настройки радио. Но, в принципе, если хочешь, я и сам могу спеть. Не-не-не-не-не. Сдрогнул я, вытаскивая плеер. Сейчас подключим нормальное музло. Или только свое слушаешь. Я, конечно, прекрасный исполнитель. Скромно признался Михайлов. Но так и быть, включай. Надеюсь, это не рэп. Это Ленинград, дружище. Нажал кнопку. Аудиосистема отозвалась богатым звучанием духовых инструментов и шикарным вокалом солистки Ленинграда. Начало отпускать. В голове утихали выстрелы ТТ, грохот минигана, тявка неавтоматических винтовок, охотничьих ружей и вопли умирающих врагов. Я расслабленно откинулся в кресле. Стрельнув очередную сигарету, Михайлов выкрутил громкость до отказа. Проснулся, когда Стас резко остановил машину возле моего подъезда. «Спасибо, что довез», – сказал я. «Тебе спасибо за то, что помог на базе, Саня». Пожал его протянутую крепкую ладонь. «Меня за это наградят?» В связи с предстоящим увольнением лишняя денюжка совсем не лишняя. Стас покачал бортовым компьютером. «Исключено. По инструкции я вообще должен был тебя устранить, как нежелательного свидетеля. Но ты нормальный пацан, так что живи. Надеюсь, понимаешь, что болтать об этом не следует». «Блин, и что мне теперь делать?» «Скройся и не отсвечивай». «Блин, у меня кредит еще на тачку не закрыт». «Забудь», – отмахнулся Стас. «Скажу по секрету, мы на пороге войны. К новогодним корпоративам все предатели государства будут уничтожены. Запад запаникует, что Россия наберет былую мощь. В этот период можно ожидать всего, вплоть до ядерных бомбардировок». Я представил испепеляющий Армагеддон, рвущий беззащитную планету, и неприятные мурашки побежали по спине. «Они охренели совсем? Я тогда запишусь в армию, в спецназ или десант?» «Не советую», – печально сказал Стас. «Регулярные войска, скорее всего, будут уничтожены в первые минуты конфликта». «Так что мне делать?» – повторил вопрос я. «Сидеть и ждать, когда на голову свалится атомная бомба?» Киборг щелчком отправил сигарету в окно, серьезно посмотрел мне в глаза и произнес. «Готовиться. Строй убежище в тайге, подальше от населенных пунктов. Делай запасы продуктов, оружия, боеприпасов. В интернете найдешь что и как. Тренируйся». «Когда закончится острая фаза, когда перестанут пылать руины разрушенных городов, выжившие создадут новую армию, восстановят русскую землю и понесут огонь возмездия по всему миру. Ты готов, Санек?» «Ну, естественно, мне понравилась эта затея. Наконец-то в жизни появился какой-то смысл. Тогда прощай. Вряд ли еще пересечемся. Прощай, Стас». Я вылез из тачки и посмотрел на потихоньку светлеющее небо. Мирное небо. Как это офигенно, если подумать. Вздохнув, открыл заднюю дверцу, забрал оружие. Повесил сайгу на плечо, крутанул тяжелый барабан револьвера и сунул за пояс. Махнув рукой, Стас дал по газам. Шлифанули большие колеса. Черный Поршу мчал вдаль. Хотел было закурить, но вспомнил, что оставил пачку с двумя штучками государственному андроиду. Поднявшись домой, повесил карабин на вешалку в прихожей, разделся. В ванной со стервенением принялся мыть руки и лицо. Когда поднял глаза к зеркалу, не узнал прежнего Санька, менеджера раздолбая. Суровое лицо в потоках крови врагов. Тяжелый, как монолит, взгляд. Яростная усмешка. На меня глядит настоящий воин апокалипсиса. И спаситель человеческой расы, как минимум. Вот так вот я изменился. Благодаря встрече со Стасом Михайловым. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир Схрона, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Если же вам не понравилось, то вы можете поставить дизлайк и обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.